Алексей Смертин Алексей, я думаю, что очевидный вопрос вам задам сейчас. Недавно киберспорт стал официальным видом спорта. Как вы отнеслись к этому событию? Поприветствовали ли вы его или, как некоторые спортсмены, обиделись? Я нормально к этому отношусь, тем более, если это настолько массово. Более того, в моей семье, состоящей из трех человек, один играет, причем постоянно, в Call of Duty. Это мой сын, уже на протяжении нескольких лет, он как раз играл в FIFA еще. Более того, приглашая меня, обыгрывал там с двухзначным счетом. Поэтому абсолютно нормально. Более того, я лично сам в прошлом веке, в конце 80-х годах, первый раз коснулся джойстика. Тогда были джойстики, знаете, вот такая примитивная компьютерная приставка. Ее привез брат из очередной поездки за границу, был еще игроком юношеской сборной. Я помню, она, мне кажется, чуть ли не единственная была в то время в Барнауле. И ребята, с которыми мы играли в футбол, после того, как поиграли в футбол, переключались, как раз перекочевывали ко мне в квартиру, где играли в эту приставку. Тем самым было некое такое переключение от реальности, от футбольного поля, скажем, к экрану телевизора, на котором то был теннис какой-то, то футбол, не помню, был он или нет. Но другие игры были, естественно, как мы тогда называли, стрелялки. Вот это я помню прекрасно на протяжении нескольких лет, до тех пор, пока я не сломал этот джойстик. Потому что от нервов, от недовольства, скорее, чем от радости, конечно же, хотелось обыграть. Поэтому я отчасти понимаю, есть точки соприкосновения компьютерной игры и реальных спортивных игр в том, что соперничество существует, существует конкуренция. Вот выход на другой уровень. Есть, конечно, и различия, потому что все-таки пассивная игра и активная. Но вот с точки соприкосновения, на мой взгляд, схожа именно в этом. Это интересно, поэтому, почему бы нет, на мой взгляд, за этим отчасти будущее. Потому что многое, действительно, даже судя по сегодняшней аудитории, по количеству находящихся здесь любителей компьютерных игр, можно сказать, что действительно очень много. Очень много любят, играют, следят. Поэтому... Ну, вот все-таки, когда человек выбирает, когда молодой человек выбирает карьеру спортсмена, это почетно, да? А когда, по крайней мере, у нас в стране, когда человек выбирает карьеру киберспортсмена, то люди относятся скептически. А вот как вы отнесетесь, если вдруг ваш сын скажет, папа, я хочу поехать в Америку и выиграть миллион долларов по Call of Duty, там чемпионаты проходят ежегодно. Вот вы его попривет... И для этого мне нужно сесть и тренироваться, там, полгода с моей командой. Вы поприветствуете такое начинание или какие-то ограничения все-таки? Нет, я его поддержу, если это будет действительно касаться высокого уровня, что если это не будет исключительно там баловство, а целенаправленная подготовка, будет поставлена цель и, скажем, в голове его прописаны задачи, я только обеими руками за. Объясню почему, потому что профессионал, будучи профессионалом, ты понимаешь, независимо, пускай это будет виртуальная игра, пусть это будет, там, не знаю, написание книг, там, стихов или сочинение музыки. Я говорю просто о том, что очень важно человеку состояться, в каком направлении, вот, по сути делать не важно. Главное просто-напросто реализоваться в какой-то своей деятельности. Поэтому это тоже роль деятельности, которая интересна, как я уже выше сказал, он массовый. Поэтому, на мой взгляд, нормально. Я понимаю, скепсис со стороны, отчасти он мог бы и от меня исходить, по силу того, что я довольно по своей натуре активный человек. Я, конечно, за здоровый образ жизни, я за то, чтобы преодолевать себя физически, включая волю. Здесь же воля не включается, здесь больше, наверное, интеллект и еще какие-то другие, вот, да, как в шахматах, несомненно. Поэтому, отчасти это даже преимущество, потому что лучше, конечно, использовать интеллект в нашей жизни, чем волю. Но у меня просто другой род деятельности. И я здесь ни в коем случае не критикую, опять-таки, по вышесказанным причинам. Потому что, если это высокий уровень, если есть определенные цели, то, ну, это нормально, каждому свое. И особенно, если будет человек заниматься своим делом с любовью и с душой отдать. Вот как раз в этом-то и заключается основной постулат, ну, по крайней мере, то, что я пытаюсь и сыну донести, и сам живу всю свою сознательную жизнь с этим, что, если ты чем-то занимаешься, ты должен заниматься с любовью, с неистовой любовью. Тогда, во-первых, у тебя получится, в большей или меньшей степени ты добьешься результата, это очевидно. Но это не по принуждению. Против как раз, ну, против себя нельзя идти. Идти нужно просто по зову души. Если это нравится, если они действительно это любят, ну, пусть занимаются. В конце концов, лучше, чем, там, заниматься гораздо худшими видами спорта, там, экстремальными, скажем. Да, может быть, даже это лучше, чем вот бегать марафон, чем я сейчас увлекся. Да, здоровее будешь. Накладывает отпечаток. Ну, вот, кстати, и говорят по поводу здоровья, что большинство киберспортсменов у нас либо толстые, либо там очень-очень тщедушные. Вот вы познакомились с Роксами сегодня. Они произвели впечатление о таких? Ну, нет. Они, по сути дела, по своей структуре, может быть, парни молодые, в дальнейшем где-то располняют. Сейчас они поджарые, подтянутые, вот, молодые, с пунцом на щеках, поэтому это говорит о том, что абсолютно здоровые и нормальные ребята. Поэтому, может, конечно, другая команда, она отличается, но вот что касается Торнадо, то классные ребята. Даже вопросы такие были интересные касательно именно их проблем, которые касаются везде и в спорте, и в компьютерных играх, именно вопрос психологии. То есть, как настроиться, может, там еще важнее быть уверенным в себе, потому что страх, он сковывает действия не только на футбольном поле, но и в компьютерных играх тоже, потому что те же движения, там только ногами, а здесь, соответственно, руками. И говорят, что вот главное себя не обыграть, когда вот игрок выходит на сцену, у него важный матч, главное не обыграть себя. Это проблема киберспорта в том, что у нас еще нет специалистов такого уровня, таких вот психологов, там, тренеров, личных тренеров, которые вот есть в спорте, поэтому они к вам вот и идут. Да, действительно, в футболе-то, если брать его, то там лучший психолог, это главный тренер. Здесь, соответственно, тоже должен быть на сцене, будь он психолог, будь он, нет, будь он главный тренер, будь, не знаю, руководитель их, не важно, как назвать, но главное тот, кто мог бы их мобилизовать, прежде всего психологически подготовить, действительно. Зачастую многие из них требуют поддержки, не каждый может справиться со своим волнением, волнением в одиночку. И здесь, конечно, нужен наставник, несомненно. В футболе этот главный тренер, повторюсь, а здесь, ну, пусть это будет тоже их тренером. Спасибо вам огромное за интервью, было очень приятно и интересно пообщаться. У нас есть такая традиция, в заключении интервьюируемый обращается к сообществу и говорит, что от себя, от сердца по поводу нашей беседы. Я, возможно, повторюсь, но скажу следующее, что любите то дело, чем вы занимаетесь, вот, именно искренне любите, не ставив в углу угла там никакие меркантильные цели, вот, а пускай они будут цели самые, ну, настоящие, знаете, как олимпийские, быстрее, выше, сильнее. Поэтому вот этими руководствами целями, принципами и нужно дальше двигаться вперед, прогрессировать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.